Продолжение следует... Это когда летчика или кого-то, чему-то научили, он это знает, его обучили, его готовили к этому, и он каким-то образом сделал это все не так, но без намерения это все сделать. А нарушение это то же самое, когда с намерением, вот он знал, что так нельзя, его учили и понимают, признает, что нельзя, но сделал. У нас возбуждается статья уголовного кодекса сразу. За нарушение правил эксплуатации, повлекшей за собой смерть двух и более людей. А было ли нарушение и была ли ошибка? Почему была ли ошибка? Машина заходила с отказом в системе управления и с повышенным весом. Отказ системы управления, сегодня это вот рассказывают и темнят, или не понимают, или чего, директ моут перешел, да? И это не ручное управление. Ручное управление это просто отключение автопилота, грубо говоря, да? И ты управляешь самолетом, как он управлялся в ручном управлении. А директ моут, это последний из трех режимов, последний режим оставшийся, который отличается по управляемости. Это упрощенная схема, по упрощенным алгоритмам. Как они пишут, если ссылаться на сам ГСС, когда они испытывали, хвалились, они писали, что в этом режиме самолет напоминает по управлению старый, добрый Ту-134. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо. Важно, что он управляется не так, как управлялся до сих пор. И плюс на тебе, ну вот эти все отказы, и плюс на тебе повышенный вес, да? И не исключено, видно, вот по тем, что Росавиация опубликовывала, письмо уходит и так далее, что он приближался, а в самый последний момент он начал просаживаться. Летчики вынуждены были, чтобы удержать его на высоте, увеличить тягу, разогнали скорость, чтобы его удержать по высоте, а дальше уже пошло, так сказать, непредсказуемо. То есть нельзя сказать, как американцы делают, и я уже это писал и говорил, ребята, у вас есть тренажер. Если это отрабатывалось, поставьте этот режим на тренажер, возьмите группу пилотов, да? И пусть они в этой ситуации, в таком режиме, и с таким весом, посадят на тренажер самолет. Просто посмотреть, вот нормально, не этот летчик, а вот и другие. Если это посадят, чтобы, так сказать, идентифицировать тренажер, что он эти режимы правильно отражает, у нас есть госсинга, есть летчики-испытатели фирмы, они спокойно этот режим выполнят по посадке.